Юрий Айдаров, преподаватель классического университета, в шестой раз вывел студенческую сборную программистов в лидеры среди стран СНГ. Его подопечные прошли финал всемирного турнира по программированию. В роли тренера педагог выступает уже больше 20 лет. За это время пермские программисты собрали десятки наград. Юрий скромничает, говорит, что это заслуга самих студентов. Хотя на самом деле секрет побед не только в профессионализме команды. Две пятичасовые тренировки, в принципе, этого достаточно для того, чтобы этот навык не угасал, для того, чтобы уметь быстро писать программу, быстро придумывать решения. Может быть, перед финалом будет немножко больше тренировок, может быть, каждый день будем тренироваться, посмотрим. В финале пермские программисты нацелены обойти лидеров турнира сборной из Китая. Соперники из остальных 120 стран уступают нашей команде. Студенты ПГНУ уверены, что шансы на победу высокие. В этом году ребята в составе сборной России уже выиграли команду «Востока» на матче гигантов программирования. Наши регионы СНГ, наверное, довольно-таки сильные в этом плане. То есть у нас всегда какая-то напряженная борьба именно за выход в финал. И вот, к примеру, последние там, наверное, лет 10 первое место забирает себе Питер и уезжает домой. А так обычно среди первых 12 команд где-то 3-4 команды СНГ. То есть регион постоянно показывает, ну, хорошие результаты. Пермский край отстает по количеству команд, способных участвовать в международных соревнованиях. Если из Прикамья в финал ежегодно проходит одна сборная, то в других регионах по 2-3. Проблема в малом количестве школ с углубленным изучением программирования. Я бы призывал школьников уже приобщаться к этому движению, потому что даже если ты не станешь победителем, то ты будешь хорошим программистом, а это сейчас и важно, и денежно, в смысле заработной платы, и перспективно, в смысле развития цифровой экономики в целом. Поэтому заниматься олимпиадным программированием надо как можно раньше. Ребята из сборной ПГНУ, к примеру, связали свою жизнь с программированием, еще будучи школьниками. А зам обучились в Пушкинской школе. Сегодня они одни из лучших программистов в Прикамье. Роман Лоборец, Владислав Рашидов, телекомпания Ветта.